Он будущий президент России? Андрей Белоусов. От министра обороны к Кремлю. Раскрываем интригующие подробности о карьере амбициозного политика и его неожиданном пути к власти. Узнайте, что скрывается за кулисами и кто на самом деле управляет Россией. Андрей Белоусов все чаще упоминается в политических кулуарах как один из главных преемников Владимира Путина. На сегодняшний день он занимает пост министра обороны и зарекомендовал себя как опытный и эффективный управленец. Путин дал понять, что Белоусов будет министром обороны до конца СВО, а после окончания премьер-министром. Многие считают, что в будущем он может занять пост премьер-министра, а затем стать президентом страны. Его успешная работа и доверие со стороны главы государства подтверждают эту возможность. Президент Путин высоко оценивает Белоусова, называя его крайне умным, современным и ответственным человеком. Это высказывание звучит не просто как похвала, а как знак особого доверия и признания. Белоусов смог быстро адаптироваться к своей роли гражданского министра обороны, несмотря на отсутствие военного опыта. Такой подход отвечает новой стратегии президента, которая предусматривает делегирование оперативного управления к Генеральному штабу, в то время как глава министерства сосредотачивается на системных изменениях и проектной работе. За время своего руководства Министерством обороны Белоусов добился значительных успехов. Ему удалось снизить уровень коррупции в ведомстве, предотвратив хищение десятков миллиардов рублей. Речь идет о раскрытии многочисленных злоупотреблений, которые существовали при предыдущем руководстве министерства. Эти схемы касались гособоронзаказов, поставок некачественного оружия и строительства объектов для нужд министерства. Белоусов активно инициирует кадровые чистки и расследования, что уже привело к началу масштабных разбирательств. В 2025 году ожидается продолжение расследований, которые могут привести к арестам тысяч людей, причастных к хищениям. По мнению инсайдеров, завершение специальной военной операции станет поворотным моментом в карьере Белоусова. После этого он, скорее всего, займет пост премьер-министра, что будет логичным продолжением его карьеры. Его опыт работы вице-премьером, а затем министром обороны, делает его идеальным кандидатом для управления правительством. В этой роли от него ожидают масштабные борьбы с коррупцией, стабилизации экономики и проведение социальных реформ. Белоусов уже доказал, что способен эффективно бороться с хищениями в государственных структурах, что вселяет надежду на снижение уровня коррупции в России в целом. Его назначение может стать символом новой эпохи антикоррупционных реформ. Также ожидается, что Белоусов сделает акцент на развитие социальной инфраструктуры, включая здравоохранение, образование и поддержку семей. Его умение находить баланс между интересами государства и бизнеса может способствовать притоку инвестиций и развитию экономики. Инсайдеры считают, что Белоусов не только станет премьер-министром, но и займет пост президента после ухода Владимира Путина. Этот сценарий видится логичным с точки зрения преемственности власти и стабильности системы. Белоусов может предложить стране новое ведение, сохранив основные принципы нынешнего курса – внутреннюю стабильность, активную внешнюю политику и снижение уровня коррупции. В обществе и политических кругах от Белоусова ожидают многого. Чиновники и элиты надеются на улучшение работы государственного аппарата, а бизнес рассчитывает на сокращение бюрократических барьеров. Граждане видят в Белоусове фигуру, способную реализовать справедливую политику, направленную на повышение уровня жизни. Многие верят, что с его приходом высшие эшелоны власти России вступят в новую эпоху эффективного и прозрачного управления. Таким образом, Андрей Белоусов становится одной из центральных фигур в будущем политическом устройстве России. Его достижения на посту министра обороны, управленческие навыки и поддержка президента укрепляют его позиции как вероятного преемника. Если прогнозы оправдаются, Россия может ожидать изменений, направленных на обновление государственных институтов, борьбу с коррупцией и развитие экономики. Белоусов уже сейчас закладывает фундамент для своей возможной роли в высшем руководстве страны. В последние недели вокруг московского метрополитена стали распространяться слухи, которые тревожат как обычных жителей столицы, так и аналитиков. Информация о некой аномальной активности в одной из самых секретных частей метро, известной в узких кругах как Кремлевская линия, вызывает массу предположений. Источник, близкий к Кремлю, сообщает, что в закрытых секциях метро заметно увеличение интенсивности работ. В эти зоны поступают крупные поставки оборудования, обновляются системы безопасности, проводится тщательная проверка коммуникаций и инфраструктуры. Особое внимание уделяется модернизации оборудования, используемого для транспортировки. Оборудование нового поколения, которое устанавливается в этих секциях, может включать системы жизнеобеспечения, дополнительные меры безопасности, а также высокотехнологичные средства связи. По словам инсайдера, уровень секретности вокруг этих работ превышает стандартные меры безопасности. Сотрудникам, участвующим в проектах, запрещено обсуждать детали даже с близкими. Более того, подписываются документы о неразглашении, с угрозой серьезных последствий за их нарушение. Секретная часть московского метро, называемая Кремлевской линией, является объектом мифов и спекуляций. Многие считают, что эта инфраструктура была построена еще в советские времена для обеспечения эвакуации и передвижения первых лиц государства в случае военного конфликта или других чрезвычайных ситуаций. Согласно доступной информации, линии метро 2 связаны с ключевыми точками Москвы, Кремлем, зданием ФСБ, Минобороны и другими стратегически важными объектами. Они могут использоваться для безопасной транспортировки высокопоставленных лиц, а также для перемещения грузов, связанных с государственной безопасностью. На фоне активности в метро, источники сообщают о подозрительном поведении представителей политической и экономической элиты. Многие из них получили указание немедленно прибыть в Москву вместе с семьями. Этот шаг кажется особенно тревожным, учитывая, что среди вызванных в столицу людей находятся крупные бизнесмены, имеющие влияние на экономическую ситуацию. Политики, занимающие ключевые позиции в правительстве. Знаменитости, которые обычно держатся в стороне от политических решений. Инсайдер утверждает, что это может быть связано с подготовкой к значительному политическому или экономическому событию. Эти действия указывают на возможные резкие перемены. Власти хотят, чтобы все значимые фигуры находились под их наблюдением и защитой, говорит источник. Особое внимание вызывает активизация окружения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В последние дни члены его семьи и приближенные лица стали чаще появляться в Москве, что ранее было нехарактерным. Их визиты сопровождаются повышенными мерами безопасности и секретностью. Ряд аналитиков предполагает, что это может быть связано с участием в закрытых совещаниях или мероприятиях государственного значения. Движения в окружении Кадырова не случайны. Обычно они стараются держаться на периферии, но сейчас их действия явно синхронизированы с общими приготовлениями, делятся эксперты. Что может стоять за этой активностью? В условиях нестабильности на международной арене власти могут готовиться к потенциальной эскалации конфликта или другим чрезвычайным ситуациям. Накопившиеся проблемы внутри политической системы могли подтолкнуть руководство к принятию решений, требующих максимального контроля над элитой. Вероятно, происходящее связано с проверкой готовности ключевых объектов инфраструктуры. В условиях санкционного давления и напряженности с Западом Кремль может усиливать безопасность первых лиц и стратегических объектов. Общественные настроения в столице разнятся. Одни считают, что тревога преувеличена, другие видят в этом признак надвигающейся угрозы. В соцсетях обсуждаются различные версии, от грядущих политических перестановок до возможного сценария изоляции Москвы. Эксперты, однако, предупреждают, что подобные события обычно не предвещают ничего хорошего. Когда элиту собирают в одном месте, это значит, что готовятся к чему-то серьезному. Возможно, власти предполагают сценарий, который затронет всю страну и, возможно, ядерный удар, отмечает политолог Александр Мартынов. Масштабные работы в секретных частях московского метрополитена, срочные сборы элиты и повышенные меры безопасности в Москве наводят на мысль о подготовке к значимым событиям. Вопросы остаются открытыми. Чего именно ожидают власти? Это подготовка к внешней угрозе, внутренняя реорганизация или просто тщательные меры предосторожности? На данный момент остается наблюдать за развитием событий, но тревожные сигналы, поступающие из разных источников, уже заставляют задуматься о том, что вскоре Россия может столкнуться с новыми вызовами.